Здравствуйте, уважаемые садоводы и любители растений. Не за горами весна. Конечно, вы час от часу вспоминаете о том, как распустится все на даче, на своем участке, и как преобразится пространство, которое мы так любим. Что обычно мы замечаем весной? Буйство красок. Если у вас, допустим, есть луковичные растения, то, как правило, мы очень рады, когда расцветают эти первоцветы, и сад преображается, окрашивается. За зиму, когда мы привыкли уже немного к таким монохромным пейзажам, нам катастрофически не хватает цветовой гаммы. Но кроме цветочных растений, есть и древесные, которые тоже способны буквально в смысле взорвать пространство сада, насытить его большим количеством цвета, света, и, соответственно, вызвать наше восхищение. К примеру, если одно из таких растений – это гомомелис, с таким сложным достаточно названием, может быть, малоизвестным для некоторых, но, тем не менее, интересны тем, что кустарник, который способен цвести буквально под снегом, к примеру, гомомелис виргинский, как одно из более зимостойких растений, расцветает у нас в условиях средней полосы в ноябре, в декабре месяце. И классические картинки из интернета, которые можно найти, там, где будут цветочки желтого цвета, такого паутинистого или паучковообразного вида, могут быть даже присыпаны снегом. Кажется, это какой-то несуразицей. Зима, вроде мороз начинаются, а кустарник только-только расцветает. Его родственники, гомомелиса виргинского, представители сорта гомомелиса среднего, более теплолюбивые. И они выращиваются в основном в условиях Средней Европы, Южной Европы, там, где климат более мягкий. Но если ваш участок располагается примерно в такой местности, попробуйте. Эти сорта распускаются в самом начале весны или даже в конце зимы. В феврале месяце это первые цветки, которые появляются на древесных растениях. Причем они могут быть желтоватого цвета, немного красноватого, с оттенками. Еще зима не ушла, а цветение уже у этих кустарников происходит. Но понятно, что гомомелис, что один, что другой, растение такое достаточно сложное для наших условий. И даже если, допустим, пробовать с тем же виргинским, то надо точно понимать, что не факт, что все получится. И надо подобрать условия с очень мягкими условиями, микроклиматическими. Ну и надо быть к этому готовыми. Что же делать? Какие растения использовать, если все равно же мы хотим красок и вот этой вот весенней красоты? А что делать в условиях более жестким климатом? Для средней полосы одним из, наверное, самых первых, самых ярко цветущих является форзиция. Или форсиция, или форсайция. Можно называть по-разному. Есть разные модификации перевода с латыни. Кустарник весной цветущий, который вы наверняка знаете. Проезжая мимо даже где-то по городу, вы замечали ярко-желтые пятна цветущие, но не луковичных, не первоцветов, а, соответственно, более высоких. Это группы или одиночные экземпляры форзиции, в частности. Кустарник, который цветет на побегах прошлого года. Почки цветочные у него сформировались еще год назад. Именно поэтому, как становится только чуть-чуть теплее, они сразу же моментально раскрываются. И за счет того, что располагается почек цветочных, как правило, достаточно много на побегах, то есть побег буквально облеплен ими, весь кустарник превращается в такое ярко-желтое пятно. Я вам сдалека вот сейчас даже показываю в каталоге такую картинку. Вы видите как раз-таки то, что мы видим на улице. Желтое, привлекающее по цвету пятно. У форзиции тоже есть разные виды. Есть европейская, есть средняя, есть другие. Если, допустим, более устойчивая в наших условиях европейская, она меньше вымерзает, а вымерзают прежде всего цветочные почки, но она считается чуть менее декоративной. Вы не добьетесь с нее прям супер максимально плотного, пышного цветения, как, допустим, форзиции средней. Ее ценят больше, потому что она как раз-таки дает те пышные вот эти желтые облака, которые мы видим. Хотя европейская тоже вполне имеет место быть. Что для нее необходимо? Для форзиции необходимо яркое солнечное место, чтобы было, соответственно, много света. Достаточно легкие проницаемые почвы без застоя влаги. Это главное. Дальше, третьим, наверное, таким основным пунктом является защищенность от ветра. То, что я уже упоминал, обмерзнут, если что, в первую очередь, прежде всего цветочные почки. Поэтому кустарник, который растет в защищенных местах, будет радовать вас цветением каждую весну. Ну а если он будет на каком-то ветрообдуваемом месте, где зимой это происходит буквально каждый день, скорее всего, у вас останется просто стандартный классический зеленый куст, которым форзиция является на протяжении лета и осени. После этого, когда проходит вот эта первая волна цветущих форзиций, в городах и на участках начинают распускаться следующие группы растений. Среди них хиномелис японский или айва по-другому. Айвой называют как настоящую айву, которую мы привыкли видеть с яблоками, употребляемыми в пищу, это цедония блонга, так и хиномелис самка по себе. Это низкий кустарник, как правило, до метра высотой, который тоже имеет яблочки, но немножко другие. Округлые, маленькие, ярко-желтого цвета и кислые. Но плоды эти яблочки образуются, естественно, в конце сезона, ближе к осени. А вот весной, в апреле-майе месяце, он одним из первых распускается насыщенными ярко-оранжевыми, или даже такими оранжево-розоватыми цветами, которые тоже располагаются прямо на побегах, очень часто в середине куста, и плотно-плотно заполняют вот это пространство. Кустарник меньше форзиции. Если форзиция вырастает в зависимости от вида и сорта до двух, иногда трех метров в высоту, то хиномелис – это кустарник полметра, метр высотой, то есть более низкого яруса. Но окраска и цвет яркие, насыщенные, и тоже привлекающие к себе внимание. Но помните про то, что кустарник колючий, и, конечно, при работе с ним надо быть осторожным. Далее становится еще чуть теплее, и следующей волной распускаются еще более декоративные кустарники. Здесь нельзя не упомянуть ту же магнолию. Конечно, многие из вас скажут, что это растение совсем южного климата, не подходящее для условий средней полосы. Но, тем не менее, надо помнить, что есть магнолии и разных размеров, и разных требований к условиям. Во-первых, например, магнолия кобус – один из более северных по ареалу произрастания видов. И, в частности, у нее есть сорт бореалис, который считается, что цветет на широте Петербурга. Эти кустарники иногда деревья, в зависимости от того, о чем говорим, способны зимовать в наших условиях и благополучно цвести. Условия будут те же самые. Надо, как и для форзиции, найти ей место в саду. Там, где будет хорошо прогреваться территория, там, где будет богатая, достаточно хорошо увлажненная почва и защита от ветра. В первые годы я бы советовал магнолию все-таки укрывать, потому что ей надо время, чтобы приспособиться, особенно еще с учетом того, что, скорее всего, саженец будет привезен из Европы, там, где климат все-таки был мягче. Если у вас есть такое место, и вы готовы попробовать, потому что, увидев картинки, как выглядят виды и сорта магнолии, вы навряд ли останетесь равнодушными. Я бы тогда советовал пойти дальше и посмотреть или рассмотреть возможность использования магнолии Суланджа. Одного из тех видов представителей, который обладает крупными цветками, белого, белорозового, насыщенно-розового цвета, в зависимости от того, о каком сорте будет идти речь. Обильно цветущая, ярко цветущая. Цветет тоже до момента распускания листвы. У некоторых видов сортов чуть-чуть захватывая период появления листьев. Но вот это как раз-таки то, что создает вау-эффект в садах. Что форзиция, что хеномелис, что магнолия. Это те древесные растения, деревья и кустарники, которые сразу бросаются в глаза за счет того, что листвы еще нет. Именно вот это тот самый эффект. Есть голые побеги и потом яркие насыщенные цветки, которых большое количество на каждом из этих растений. Плюс, к тому же, мы изголодались по цветам за счет зимы. И нам это очень приятно видеть. Помните, что эти растения преобразят ваш сад с самой ранней весны. Но летом не надо забывать о том, что или думать о том, что они будут совершенно ненужными. Это тот классический хороший зеленый каркас, который будет создавать объем сада, держать его. И они тоже останутся весьма декоративными. Найдите место для одного из таких растений. И я уверен, что наверняка вы будете радоваться им каждую весну. Всего хорошего.